книга открытым оком тема царство небесное рай том 8 вопрос 2037 что побуждало талантливых и глубоко верующих людей уходить в пустыню и какой силой можно было заставить их выйти оттуда и всегда ли причины выхода были приличны святым отвечает игнатий тихонович лапкин подобно какой-то эпидемии недоброму наваждению было да и осталось это поверье что бога можно задобрить только умерщвлением плоти в буквальном смысле и что это возможно только в пустыне вызволить оттуда было нелегко этих самоотверженцев от призыва божий идти на проповедь но иногда их бог выковыривал оттуда и эти затворники творили апостольские чудеса на соборах на диспутах но иногда отдельные насильники монастырей превращались в ярых насильников над чужой волей и жизнью и епископ фаретрий с отрядом монахов омоновцев в кавычках с этой черноризной в кавычках как бы группой захвата караулил на крутых горных перевалов перевалах императорских претарианцев чтобы отнять у них влекомого в ссылку иоанна златоуста и убить его убить а не благословиться у него православный епископ и сугубо православные монахи они же ведь убить хотели иоанна патриарха константинопольского как врага божия как еретика и оригениста ночи не спали окружили имения где скрывался златоуст чтобы сжечь его это все было от кого они же подписывались смиренные никон смиренные сергий и и царские войны докладывали что им лучше попасть в руки диких и савриан но только бы не в руки этих лиходеев зверей в рясах читайте третий том творение иоанна златоуста но едва они выполнили поручение от царя или свыше было такое им указание идти в мир затем они вновь скрывались убегали в горы открыли академии по обучению молодых как зарыть талант и как это зарытие оправдать и поставить заслугу себе евангелие от луки 19 глава 20 стих пришел 3 и сказал господин вот твоя мина которую я хранил завернув платок 1 коринфянам 9 глава 16 стих ибо если я благовествую то нечем мне хвалиться потому что это необходимая обязанность моя и горе мне если не благовествую это болезнь ядовито расползлась тысячелетия и потому православие на всех фронтах потерпела полное окончательное поражение самая лучшая самая талантливая самая ревностная хоронилась по благословению монахов высшего ранга сколько их там загублено это только догадаться можно по житиям святых и на суде божьем выявится житие святого василия великого память 1 января цитата василия же уговорил возвратиться к себе и в север архиепистот кисарийский примирившийся с ним в письме и просившие его помочь церкви на которую ополчились ариане житие святого исаакия исповедника 30 мая его память цитата сей блаженный исааки первоначально подвязался в восточной пустыне подражая святому или и пророку и проводя жизнь ангелоподобную узнав о гонении поднятом арианами на церковь божию узнав также и о том что и царь споспешенствовал распространению ереси он весьма опечалился оставив пустыню он пришел константинополь для того чтобы утверждать верующих во благочестии слово его было подобно свече горящий дух божий почивал на нем и благодать небесная осеивала его увидав своими очами великие беды какие терпели верующие от зловерного царя его единомышленников он молил бога прося его презреть с высоты престола своего нагоним их неповинно и витим милосердие свое гордость же гонителей смирить конец цитаты я верю в чудеса вот если бы со мною как с соломоном бог заговорил проси чего ты хочешь я просьбой не одной поля чудес своих тот час контурил не взяли господи апостольское время хотя бы лет на десять в россии повторить стеной из добрых пастырей как было при нееме и другими возрожденными россию одарить пришли нам проповедников апостолов и старца равни ревнителей христовой чудесной благодати любили бы они не это горе царство крещению готовили конечно не за плату дай всем нам страх любовь к евангельскому слову обуй нас всех в готовность идти благобестить смиряться научи нас гордых непутевых понять не все то что на попах блестит опять же мы запутались заложниками стали обрядности условностей богослужений длинных бар мочим масло в масле засаленное сало по 40 раз без счета господи помилуй верни нам смысл и разум в церковное стояние по-русски все до слова по храмовым служением не на вершине мы вопим в глубокой яме мы так и не сподобились числе быть оглашенных ты видишь иисусе великий инквизитор с дикирием дикирием кощунствует кривляясь вот этот сон валютчиков сыгравших паразитов и проповеди нет но точат только лясы нам не осилить эти заслуженные беды не одолеть магизм движение и кружение похоже мы живые как мертва как мертвецы от петы плывем подобно мусору в почете лишь мошенник ответ на все запросы мне библия открыла что это все нам дал всесильный иегова закон христов отбросили остались без перил мы и потому светильник наш в подвале а не на кровле 7 сентября 2003 год игнати тихонович и лапкин тут не написано стиль его больше так вряд ли кто напишет